Всем привет! Рада всех приветствовать, постоянных моих подписчиков и кто впервые на канале. Подписывайтесь, буду рада общения с вами. Сегодня хочу сварить супчик, лапшичку и уже поставила курицу отваривать. Куриные бедра у меня уже закипели, посолю немножко. Супу решила много не варить, так как лапша вкусная, свежая, когда только-только сварится. Поэтому изготовлю ее буквально на полкастрюльки. Начистила я уже 4 картошки и головку лука. Лук взяла побольше, чуть больше среднего. Картошечку порежу как обычно, небольшими кубиками. Миша, найди мне лапшу маленькую на балконе. Да-да, и вы не ослышались. Действительно, все крупы и макаронные изделия я храню в серванте на балконе. Для того, чтобы в них не завелись жучки, либо всевозможная мошкара. Лучок порежу полукольцами. Так, мне кажется, в супе он будет смотреться аппетитнее и красивее. Музыка 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 Доставь мясо из бульона, сразу отправляю в него картошку и лучок. Музыка Бедрышки с пылу с жару, еще даже не совсем проварились, поэтому я сейчас их быстренько порежу и отправлю снова довариваться в кастрюлю вместе с картошкой и луком. Очень они горячие, рукой не прикоснуться к ним, поэтому работаю ножом и вилкой. Музыка Музыка ну вот теперь я отправила и курочка будет томиться вместе со всем остальным добавить можно еще специи я буду добавлять перец душистый горошком штук 10 будет вполне достаточно и добавлю лавровый лист и чуть позже когда все будет у меня уже сварено добавлю лапшу вот такую вот я лапшичку буду использовать это вермишель с магнита так вот можно насыпать один кулачок второй кулачок и я думаю что будет достаточно вермишелька разварится разбухнет ее станет много в супчике ну и конечно добавляю много много зелени без нее не обходится ни один суп зелень я использую замороженного собственного огорода жду пять минут и можно супчик подавать к столу ну а я сейчас отправлюсь нашу новую квартиру сегодня там даже потолки в ванной комнате легкий аппетитный супчик с куриной лапшичкой готов можно кушать вот только состояние до потолка В маленькой кладовке собрали короб, его оштукатурили, зашпатлевали. Вот только трубы выходят на полотенчик, а также сделали дополнительно обработку витроизоляции, так как здесь будет расположена стиральная машинка, чтобы в случае чего нам не закупить соседей. Ну вот со светом ребята закончили, и теперь ванная комната стала очень светлая и яркая. Хочу прикупить себе большую-большую разделочную доску для теста, чтобы можно было на ней и пельмени лепить, и пироги всевозможные. И так как у меня скоро пройдет тесто-раскатка, мне эта доска нужна позарез. Так, приехали мы на оптовку. Это у нас большой магазин хостоваров и посуды. Мы сейчас погуляем по оптовке. Да, Катерина? Остановилась! Прикольно! Тапочки чьи-то лежат. Выходи и одевай, да? Кто-то так не забыл. Кого? Качели? Я тоже хочу качели на сад. Все присматриваем, все никак не можем определиться. Оооо, какая гусеница! Ты бы, наверное, тоже хотела такую гусеницу, да? Вот, идем. Посуда всякая разная, бокальчики, кружечки. Мы сегодня хотим купить доску большую, деревянную. Не подходи близко, а то посуда упадет. Доску для того, чтобы работать на лапшерезке. Ну, и вообще она пригодится, эта доска большая. Есть у меня силиконовая большая, тоже как бы разделочная доска. Не доска, но, в общем, коврик большой такой жесткий, силиконовый. Но мы хотим, я хочу, хочу, хочу деревянную доску. Все-таки на ней катать удобно. Сюда не надо, да. Кстати, вот хочу показать. Да, я недавно покупала здесь сковородку. Сейчас покажу, какую. Нет, нет, есть. Вот такую. Вот такую. Вот она у меня стоит, еще новая. У меня 2016 стоит. Ну, вот не пользовалась я ей. А в чижике? В чижике мы взяли? Нет. В светофоре очень удачно. Взяли за 800 рублей сковородку. Ну, в общем, вот эта у меня еще стоит сковородка, вообще абсолютно новая. Я ее, наверное, кому-нибудь подарю. А кто мне рука не поднимается за 2000 сковородки готовить? Это мой любимый дел. Всякие здесь приспособы для тортов. Всякие вырубки, формы, коврики, ножички, палеточки. Даже шапочки, смотри, стали продавать одноразовые. А, нет, подожди. Смотри-ка, что это такое? Это набор чехлов для посуды. Интересно. Похоже на шапочки медицинские. Медицинские. Кондитер одевает иногда еще такие. Насадочки. Насадочки. Ох, тоже какие-то интересные вырубки. Маленькие. Мешочки. Скоро надо будет мне мешочки уже покупать. Заканчиваются у меня уже. Это набор. Но они маленькие. Все равно надо прям сильно большой. Чтобы весь стол была. Доска. На посудный рынок, что ли, съездить? Так. Вот еще какие-то. Ну, это тоже наработы. Тоже наработы. Ну, люди закончились. Не повезло. Да, Катерина, нам с тобой? Пойдем. Че, куда еще пойдем? Вот эта штука прикольная. Это на эту... На раковину посуду сушить. Вот так вот ложишь. И на нее эту тарелочку складываешь, если моешь. Ну, нам надо будет на другую раковину. Другой. Это сушилка под... На раковину. Металлическая. Силикон. Тоже вот на раковину какая-то. Как ее ставят? Вот эту не пойму, как ставят. Просто вложь. Ну, в раковину ее не положь. На угол тоже не поставь. А тут написано сушилка, а на раковину. Понятно. Вот это вот классная штука. Вот у нас там будут две раковины. На одну будем ложить. Ну, да. Все, все, все. Все, все, все. Ты не хочешь туда идти? Пойдем там еще походим. Какие, сколько всяких этих оригинальных баночек, подмыла. У нас вот такое можно. Вот такое ты хочешь под дерево? У нас же такое все как-то более... Какое? О сером таком цвете. Мне кажется, будет сочетаться. Ну, смотри, какие красивые белые. Вот такие вот мне нравятся. Мне кажется, если будет все белое, то это будет как сушилочное. Акцент надо, да, какой-то сделать? Ну, ладно, подумаем. Вот мне нравятся еще наборчики. Вот такие. То есть здесь идут в один цвет. Типа там всякие там стаканчики, там всякие эти... Всякие те, короче, делают какие-то такие другие. Смотри, тебе не нравится? Смотри, как кобрик в одном цвете. Потом что-то всякие ершики, всякие вот для туалетной бумаги. Такие, видишь, ершики, стаканчики. Вот тебе, ну, можно вот такое вот, чтобы оно было. То есть у нас же есть такого цвета, да? Вот. Ну, у нас более, мне кажется, этот мокко цвет. Ну, мокко. Этот как-то коричневый мне ближе. Ну, видишь, ты прям комплект. Понятно, да, и ты говоришь, что красиво. Вот, смотри, тоже. Вот комплект еще какие. И стаканчики сразу и подмыла, баночки. И подзывные щетки. А, нет, я не из-за него. Ну, видишь, какие тоже интересные. Прикольный шашек. Да. Так, тут у нас что, швабры всякие. Так, кстати, нам с тобой надо веник обыкновенный. Слышишь, Катя? Давай, вот, купим. Веник увезли на квартиру. Давай, вот, все купим. Они, естественно, смотрятся. Катя хочет. И с пенопластом, и штуки. Перчик классный, да? Вот, я все время смотрю на них. И мне кажется, вот в квартиру уже такие не положь. Как-то это уже, то есть не современно. Уже в современную квартиру такое, мне кажется, не повесишь. Вот. А для чего их продают? Вот, интересно. Куда? Для садов, может? Для садов? У нас на кудушке вот такой же часок. Ну да, кстати. И вот, типа, знаешь, вот прям точно такой же часок. Ну вот еще ладно, там виноградинки какие-то. Там можно поставить пиалушку, да? И красивый для, например, натюрморта сделать. Вот их, конечно, для каких-то натюрмортов использовать. Но для дома уже, наверное, это уже не современно. Вот, вот, висит. Девечки, скачай, сразу два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ну так, конечно, прикольные. Этих нет, мы рисовали. У нас есть такая картина, на кухне висит. Мы с вами купили ее. Очень мне она нравится. Поздарила. Серьезно, я любуюсь ей. Вот эту картину? Да. Я сама куплю, и мне она понравилась. Давай еще посмотрим, что там еще. Ой, начинается. Да, нравится. Это красиво. Ласточки на гнезду, что ли, не пойму, там нарисовано на картине. Пастель. Ага, чуть-чуть это тоже. Докатит из Крыма, нет? Ну вот, я говорю, похоже. Сирен. Так, красиво. Честно, я тут плохо прорисовываю. Обожаю картину с цветами. Ой, вот такая картина у нас есть. А мне это не очень. Че-то, как вы видите, просто торчат у меня вот так вот. Хочу еще обратить внимание на часы. Тоже присматриваем часы. Новые. Вот прям такие брутальные, да, для мальчиков, по-моему, тухать. Смотри, вот колесо. Интересное. Ну или, да, может быть, к лофту. Подойдет к стилю лофта. Ну, тут более такие классические. Так, че, все, идем обратно. В общем, мы не купили доску. И что? Числи с римскими цифрами. Ну, ага. При входе висели раньше такие веночки. И куда мы поедем теперь с тобой? Что мы купили? О, смотри, какое прикольное ведерко. Ведерко как-то. Бак-чан, как его назвать. Тунца с краником. В воду, наверное, уберется. Меня рвы. Почему он тысячу-пятьсот? Потому что он за пакетмольной. Классно. Мне понравилось. Вот это. Для воды. Насад, например, вот такой поставил. Воду питьевую набрал. И все, классно. Ну, смотри, какие-то уже ведерки. Блестящие. 10 литров нержавейка. 530 рублей. Тазы, баки. Тоже слабость моя. В общем, что только здесь нет. Одеяло, подушки. Тоже обожаю контейнеры. Сейчас наберешь тут. Нет, сегодня не буду ничего брать. Сегодня я себя взяла в руки и сказала себе, что мне нужна только доска. И больше я ничего не буду брать. Сейчас за кадром наберешь. Нет. Нет. Ну, скажешь, сейчас будет разлаковка. Смеется вода мной. Какое? Не знаю. Это вообще, по-моему, перед тормашками что-то перевернуто. Видишь, ценник-то. О, где-то вода тут какая-то. Ага. Тоже какая-нибудь... Ну-ка, давай посмотрим, что это такое. Может, мне ее трогать-то нельзя. Ну-ка, переверни в другую сторону. Видишь, она опять тормашками. Ну-ка, давай, давай, давай. Я не хочу. Ну, что ты боишься? Я же с тобой... Он не треливается. Ну и хорошо. Сейчас рисунок перевернешь, другой рисунок сформируется. Давай. А можно? Можно. Я разрешаю. Упс. Спасибо. Вау. Смотрите, какая прикольная. Это типа как лава-лампа. Да. Вот, вот. Антистресс. Какой-то. Ну-ка, еще раз ее переверну. Типа, можно тыкать. Угу. Придумали же. Какие цвета даже не смешиваются. Ну, давай, другую вот эту переверну. О, ну-ка, вот эту. Ну-ну-ну-ну. Вау. Угу. Живая картина, да, какая-то? Угу. Вот такую интересную мы штуку увидели. Тоже всякие чеплашечки. Формы. Формы. А это вот как рекламируют-то в этой. Что-то там. Не надо выравнивать стены. Покупайте и наклейте. Мне кажется, такая-то ерунда вообще. Вот, смотри, крышечки тоже на три размера. Вот у нас такая есть на 26, 28 и на 30. А здесь. Прикольная. Да. Вот она на три размера. Вот классная. Что она стоит? Такие эти. 500 рублей. Тебе это не надо. А я тебе сказала, не будешь ничего в России. Хорошо. Сегодня не буду брать. Приеду завтра. А это как тебе размерчик? Огромная. Слушайте, какое только нету дребедение. Это же вообще. Я все время к таким вещам отношусь, что они захламляют дом. Стараюсь не покупать, но все равно, мне кажется, у меня дом вот просто захламлен вот такими всякими штуками. Без такой слона еще осталась. Шлона, а он даже слон тут весь купил. Ой, все. Вот куда вот этого слона? Тоже какие-то тарелки интересные. Что это за тарелки? О, боже. О, боже. Давай я подержу. С бусинами как будто бы сделано под бусины. Дорого-богато. Да? Ну, я бы такую себе не купила тарелку. С топочки так прикольно смотрятся. Кошечки что-нибудь купить? Да. Или мы ничего не будем брать? Кошечки сумочку в бизнесе. Овоськи. О, прикиньте, овоськи. Овоська это в Советском Союзе были такие сумки. Они легко складываются, занимают мало места. И очень большой вес выдерживают. Можно носить много в них продуктов всяких разных. Но у нас тоже была раньше овоська у родителей. Даже неожиданно было как-то овоськи увидеть. Кошечки прикольные. Вот, красивые. Я сама поиграла. А как они на другой уровень, как они переходят, эти шарики? А тут есть шарики. Вот, там шарик и тут тоже должен быть шарик. А вот тут просто два шарика. Кошки какую-нибудь, вон, в развлекаловку. Может, типа, вот такой какой-нибудь ей купить. Она будет с таким играть, как ты думаешь? Она должна поиграть. О! Это что-то какая-то слабенькая она будет бутухаться. Да где-то она тут как-то еще должна быть потипу. О! Мышка. Ой! Сколько нас? Двести рубли. Купили мы... Ой, что она мне? Я туплю. Я туплю. Машина стоит на ручнике. Ой! В общем, купили мы кошке игрушку. А то она у нас постоянно гоняет скрипышей. Где-то находит скрипышей. Мы уже не знаем, где искать. Откуда она их берет. Да, где-то заначка есть. В общем, она их постоянно достает. Вот откуда-то дети когда-то раньше собирали эти скрипыши. А у брата недавно у меня случился неприятный случай. В общем, кот, казалось бы, взрослый, 7 лет, тоже нашел скрипышей. И, в общем, одного проглотил. Они ходили там в ветеринар, делали УЗИ. Ну, там выяснилось, что там скрипыш. Это в желудке или в кишечнике у котенка застрял. И пришлось делать операцию. Операция обошлась в 10 тысяч рублей. В общем, не хочется, чтобы ситуация у нас уже повторилась. Поэтому мы скрипышей постоянно забираем. И вот, чтобы она у нас не играла с этими скрипышами, мы периодически покупаем какие-то игрушки. Да, Катерина? Угу. Сейчас мы поехали на посудный рынок. Это у нас рынок, 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 на котором торгуют участники в основном. Раньше он был очень большой. Очень много на нем было продавцов. Сейчас поменьше стало, потому что вот эта вот оптовка открылась. Они стали конкурировать. И многие точки закрылись. Но все равно кое-какой товар здесь все равно можно прикупить. Где-то и подешевле, где-то, может быть, и поинтереснее что-то новое, какие-то новиночки. В общем, и доску не купили для теста-раскатки. И сейчас мы зайдем сюда. Нас отправили сразу в третий ангар. Сказали, что здесь есть доски. Вот сейчас мы пойдем посмотрим. Вот такой всякий фарфор продают. Кружечки, чашечки. Да и Кать, какие симпатичные. С ромашками. С стильбанчиками. Симпатичные, да? Пастила домашняя. Так, тут отдел картины, полотенчики. Вот, смотрите, видите, сколько закрытых отделов. Вот это вот синий пленка затянутая. Это тот, где раньше торговали люди. Сейчас закрылись. Так, Катерина, веник надо взять. Веник нам надо в квартиру. А мы же в квартиру увезли же. Ну, там сейчас подметаем на квартире. Так, тоже дать там какая-то разделочная. Мы же на сад сейчас не поедем. За веником. Бабушки. Да, в гараже. Коптильня. А же сято ездили? Да. Малированные. Кастрюльки, чайнички. Тут вот тоже всякие кастрюльки. Коптильня. Предлагаю все Алексею коптильню взять. А он что-то не хочет. У нас сосед по саду коптит постоянно рыбу, мясо. Такое вкусное получается. Ну, вот что-то Алексей мне пока еще не созрел до этого. Так. Это вот тоже. Девочки, а у вас это сказали, что тут торгуют доски есть большие, деревянные. Сделочные. Это вот садовые всякие гномики. Сырьки-голы. Ежики. Кате-голы понравились. Разжилась я все-таки с большой доской. Катя разжилась с веником. Катерина. Сейчас приедем домой, будем запаривать веник. Ну-ка, покажи свое лицо. Ку-ку. А я купила себе доску большую. Смотрите, какая она огромная. Ну-ка, Кать, на камеру возьми. О-ка, какая огромная доска. Так, разделочная доска. Она идет даже со скалкой. Стоила 1250. Потом, видно, на нее скидку сделали 1200. А я ее урвала за 1100. В общем, теперь у меня вот такая вот классная большая доска. Можно будет пирожки стряпать. На нее сразу же уложить. Пельмешки. Всякую-всякую-всякую лапшу. В общем, я подготовилась. Жду теперь тесто-раскатка, когда у меня приедет. Да? Видишь? Хе-хе. Да, Макс. Какой размер интересный у тебя доски-то. Тут даже рецепт. О, тут даже для приготовления лапши. Рецепт теста есть. Вот. Ну, в общем, классная. Скалку мне, конечно, не надо. Она была в комплекте. Ну, пусть будет. Обработана хорошо. Визуально так просматривается, что она прям ровненькая-ровненькая. Очень классная. Видим, теперь тряпать. Много всяких вкусностей. Да, Катенька? Да. Сейчас мы ее и приберем сюда. Вот она. Упс. Все. Вот веник себе. Сюда. Практически сразу распаковку сделали, да? Распаковали, все показали. Поедем сейчас бабушке в гости.